Павел святых, сам первый, введение в апокалипсис, спасибо первому. Церковь святый, белый камень, побеждающему дам белый камень, Откровение 2.17. Святость есть человеческое сердце, бьющееся в согласии с сердцем Господа Иисуса Христа. Самая торжественная часть литургии, за несколько моментов до присуществления святых даров, священник возглашает «Горе имеем сердца». Хотя литургия длится недолго, исполнена великой строгости и необыкновенной благодати, почти ощутила счастье в присутствии Бога любви. Все-таки церковь как бы не доверяет своим сынам и только на совсем мае время просит молящихся иметь «Горе сердца». Церковь-мать знает, что трудно людям отдать сердце Богу. Мир, в котором мы живем, столь ужасен по своей цепкости, что мы не в состоянии оставить его даже и на короткое время. Мы как бы разбросаны сердцем во все стороны, не принадлежим ни себе, ни другим, никому в особенности, а только напору желаний, увлекающих нас в разные вихри ненасти и нашей души. Но все сердце, вырываясь из страстных объятий мира, стремиться к ожидающему его и зовущему непрестанно сердцу, тот и есть святой. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Между двумя сердцами, из которых одно только дает, нет меры его богатства, а другое только получает, нет меры его ничтожеству. Восстанавливается сокровенный союз, союз сердец, любовь. В этом союзе все до такой степени тайны, что никто другой не в состоянии понять отношение Христа к любящему его. У всякого побеждающего своя обитель, обителей у отца моего много. Побеждающему дается свое дело, не похожее на дело других. Свой облик совсем иной, чем у прочих. Все творю все новое. Откровение 21.5 Откровение святого Иоанна Апокалипсис не скрывает тайны нового Иерусалима, святого города, сходящего от Бога с неба. Там нет солнца. Слава Божия будет освящать его и светильник его Агнец. Как драгоценные камни будут творчески сиять жители города, каждый своей красотой. Должно вам родиться свыше. В 3 главе Евангелия от Иоанна Господь Иисус Христос благовествует пришедшему к Нему ночью Никодиму, учителю израильскому, тайну христианства. И если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим недоумевает. Продолжая свое слово, Христос говорит, «Только рожденный от Духа есть Дух, и только такой, то есть духовный, может быть в Царстве Божием. Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Господь знает, что Никодиму почти невозможно понять его слова. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе о рождении свыше». И желая напомнить своему гостю нечто ему знакомое, Христос сказал, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит». И предполагая, что учитель израильский понимает его, Господь добавил, «Так бывает со всеми рожденными свыше». Однако Никодим продолжает пребывать в полном недоумении, и тогда Спаситель, горько упрекая его, произносит, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» И затем следует грозное для тогдашнего израильского учительства обличение, «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы, уже не ты, а вы, то есть все учителя, свидетельства нашего не принимаете». Чего же не знал и не понимал Никодим и в лице его современное ему высшее иудейское священное учительство? «Учитель веры должен слышать голос Святого Духа, имеющий Духа, тот, как бы понял таинственные слова Господа. И праотец Авраам, и пророки, и царь Давид все знали, что такое голос Духа Святого. И, конечно, не изумились бы тому, что сказал Христос, и не произнесли бы слов Никодима. Как это может быть? Они очень хорошо различали голос Духа. Например, «И было слово Господне к Илье Фесситянину, «Встань, пойди навстречу Ахау царю, и скажи ему». Илья порок все исполнил, что приказал Господь». 2 Царств 21, 18. «И было слово Господне Ионе вторично, «Встань и Егенерию». Иона 3, 1. Или в Дамаске был некоторый ученик именем Анании, и Господь в видении сказал ему Анания, он сказал, «Я Господи». Господь же ему, «Встань и пойди на прямую улицу и спроси Тарсянина Павла». Анания ответил, «Господи, я слышал, сколько зла сделал он Твоим святым Иерусалиме, и сюда пришел всех вязать». Но Господь сказал, «Иди, ибо он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами». Анания исполнил волю Божию. Я не дерегись». Все патриархи, Моисея, Иисус, новины, судьи Израилева сообщали народу то, что сказал им голос Божий. Ко времени Христа это умение различать в себе голос Духа Божия, обязательный для учителей веры, было забыто. Утратив благодать Духа Святого, они не узнавали Христа, предвозвещенного пророками, и не хотели принять его. В беседе Господа с Никодимом мы различаем три части. Первая часть историческая. Обнаруживается, что избранный народ Божий иудеи в лице высших своих представителей не принимает свидетельства Божия. Явным это делает Сын Божий, имеющий власть от Отца. И тогда словами «Истина, истина, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Совершается упразднение звания учителя для тех, кто не имеет, что должен иметь. У не имеющего отнимется и то, что имеет». Матфея 25, 29. Вторая часть беседы с Никодимом пророческая. Принимающие свидетельства Христова должны родиться свыше. Они будут родиться от Духа Святого. Третья часть заключает в себе начало учения о Духе Святом. Господь сообщает о действии Духа Святого в людях. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Для каждого христианина, имеющего родиться свыше, делается необходимым, как прежде для учителя Израилева, умение различать в себе голос Духа Святого. Поэтому изъясним нагляднее, что могут значить слова Спасителя о Духе. Главное в этой образной формуле средняя часть «Голос его слышишь». Первая и третья посылки обозначает свойства действующего в человеке Духа. Голос его слышишь. Человек слышит в себе голос, как бы не свой, хотя он звучит как свой, может и не звучать, а быть подобным мыслей. И Духовный совершенно ясно различает в этом голосе, в этой мысли не свое желание, не свою мысль, а обращение к себе Господа. Святой Василий Ильик и так говорит об этом голосе. Нечувственным слухом, не при сотрясении воздуха святые внимают Слов Божие, но поскольку у разумной души есть свой, то есть внутренний слух, то без всякого голоса, без сотрясения воздуха, достигает до слуха этого, все передаваемое Богом. Иногда этот голос воспринимается не как слово, мысль, а как особое чувство. Его можно сравнить с голосом совести, ведь совесть тоже является откуда-то извне. Она касается сердца, уязвляет. Здесь же нету изъявления, напротив, Божья милость, совет, указание, просьба свыше. Иногда в разговоре с кем-либо человек вдруг различает Слово Божие, обращенное к Нему лично, хотя совсем об этом, об ином говорит собеседник. И в словах исповедующего нас священника перед аналоем, если крепко веруем в Господа нашего Иисуса Христа, бывает, что узнаем голос к нам Господа. Всякий внимательный христианин знает о тех иносказательных, иногда чудесных указаниях и совпадениях, которые сопровождают его в ежедневной благочестивой жизни. Чем духовнее человек, тем все определеннее, отчетливее, непреложнее звучит в нем голос Духа Святого. Веления, указания, советы, просьбы Христа наполняют нашу жизнь, хотя все это по свободному произволению. Как бы дружеская помощь в затруднительных обстоятельствах, без всякого принуждения. И не звучит голос Божий в том, что состояние не исполнить Слово Христа пришедшего с любовью. Существует голос недобрый, чужой, обыкновенно он предпочитает сливаться с человеческими желаниями и не выдавать свое присутствие в нашей страстной жизни. Но может и заговорить, это во всяком случае будет ненормальное состояние, зловещий признак той или иной гибели. Кто не собирается вступать с этим духом в тайный договор. Звичайшие духовные преступники это злая магия. Должен сопротивляться. Однако неверующий или маловерующий не имеет никаких средств обороны. Сначала обольстив глубокими в кавычках мыслями или переживаниями интересных ощущений. С каждым голос заговаривает сообразный его вкус, он может притвориться очень добрым и святым. Скоро начинает влечь к самоубийству. Если человек не поддается этому внушению, то обыкновенно впадает в тяжелую психическую болезнь, в мучительней состояние связанности всех своих чувств, лишения самого себя и своей воли. Первая посылка. Дух дышит где хочет. Не для него ничего местного, ничего законнического, ничего стесняющего. Как, когда, почему, где? Как хочет, когда хочет, почему хочет, зачем хочет, кому хочет. Никакой священнический чин не может притязать на него, как на особую принадлежность своего сана. В этом причина относительности канонических постановлений церкви. Каноны, когда жизнь церкви выходит из своих спокойных берегов, могут не вместить и не обнять всей этой жизни. Оттого велика ответственность высших иерархов. Если они неудостоены избранничества, то есть не имеют в полноте Духа Святого, то должны стараться не окаменить свое сердце ни милосердием, ни любством, как выражались древние русские князья, чтобы оказаться в состоянии расслышать голос Духа Святого и не ссылаться на каноны, когда они неприложимы или руководствуются собственными настроениями и усмотрениями, когда необходима живая жизнь в Духе. Отсюда вытекает необходимость узнавать святых и духовных в Церкви при жизни на земле и спрашивать их совета, чтобы они ясно различают что угодно к главе Церкви Христу через Духа Святого изъявляющего свою волю, имеющие уши. В данном случае следует сказать внутренний слух. Да слышат! Страшные омертвения постигают Церковь, когда иерархи забывают о цели христианской жизни и, следовательно, перестают внимать Духу Святому. Как свидетельствовал в свое время Святой Серафим Саровский, говоря Матавилову, «Дух Божий открыл мне, что вы в юности вашей усердно желали узнать цель христианской жизни, и у многих великих духовных особ о том спрашивали, и никто не сказал вам о том». Ведь это не сам Святой Серафим и не Матавилов, а Дух Божий открыл Святому Серафиму, что никто из архиереев, высоких духовных особ в России, в то время не знал, что цель христианской жизни в стяжании Духа Святого, ибо если бы хотя один иерарх знал это, то Божий привел бы к нему Матавилова, малого сего, жаждущего истины. В столь ответственной беседе слово не может быть случайным, и если произносится решительно «Никто», значит все ясно. В беседе с Матавилов в особенности знаменается, что Святой Дух Дышит и где хочет. Малая сия в лесе Матавилова удостоена узнать то, что неизвестно рукоположным священнослужителям. Третья посылка формулы «Голос слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит». Определение внутреннего нашего состояния, когда мы слышим голос Духа Святого. Чтобы не препятствовать нашему свободному воле изъявлению, голос Духа Святого, передающий нам волю Господню, только на мгновение задерживает наше внимание. Внезапно раздается, приходит как бы неизвестно откуда. Иоанн Златоуст в своем толковании этого места сравнивает его приход с дуновением ветра и исчезает, проходит через наше сердце и сознание, не сливаясь с ними. Совершенно отделен от наших мыслей, не зависит от нашей настроенности. Мы не знаем ни причин, ни следствия его обращения к нам, если ему угодно их не открыть. Таким образом, голос Духа Святого не поглощает нашей воли, не насилует нашего свободного отношения к себе, появляясь, тотчас затем оставляет нас в полном одиночестве, как любая встреча без случайной мысли, и нет его в нас, и как бы не было. Однако, любящему Христа достаточно легкого прикосновения к сердцу, сознанию и его воле, чтобы возыметь непреодолимое желание исполнить ее. Так в земной жизни любимые и любящие стремятся всем сердцем исполнить волю любимого. В этом сравнении необходимо только понять, что любимый и любящий здесь сам Бог, который не овладевает душой и не очаровывает, как бывает в человеческой любви, а любит, давая возможность себя не любить, что в состоянии сделать, конечно, только Бог нечувствуемый, хотя есть все во всем, если человек сам не разжелает его почувствовать, исполняя волю Христа. И так вот от каком новом будущем состоянии предвозвещал Господь своим словом о Святом Духе Никодиму, доброму Учителю Израилеву, ибо, хотя и ночью крадущись, но пришел к Подателю Света. То, что прежде имели только пророки и Учителя Израилева, теперь становится свойством истинного христианина. Дух руководит членом Церкви Христовой, будучи в одно и то же время чувствуемым, как полная уверенность, слышу Господнюю волю, и не чувствуемым, чтобы не лишить свободы. Уместно изобразить здесь то, что испытывает человек при вселении в него дьявола. Состояние тревожное, как бы какой-то ком подкатывает к сердцу, и в то же время волнующее неопределенное обещание, обманчивый блеск мыслей. Душа теряет власть над собой и увлекается в очаровательные марива быстро появляющихся и чудесно в калычках удовлетворяемых желаний. В современном христианском церковном мире существует величайшее недоразумение. Распространено мнение, что слова Христа, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, не имеют предостерегающего значения для крещеного человека. И во таинстве крещения и затем миропомазания человек рождается свыше и получает благодать Духа Святого для жизненного руководства. Но вот что говорит Святой Симеон Новый Богослов в XI веке. Сокровенное от начала мира таинство христианства состоит в приобретении благодати Божией. Наибольшая часть крещеных, именующихся христианами, не знает этого таинства христианства. Многим представляется, что благодать Духа Святого полученная при миропомазания пребывает в нас в скрытом виде. Мы сами не знаем, как она нами руководит. Всякий живущий обычной христианской жизнью или даже строгой христианской жизнью почитается живущим во Христе. Но жизни во Христе нет. Если человек вполне сознательно, то есть разумеется, через слышание голоса Божьей воли Господней, не подчинен руководству Духа Святого. Слово Христа совершенно ясно. Голос его слышишь, так бывает, с каждым рожденным свыше. Об этом именно говорит святой Серафим Матавилову. Всякое доброе дело, не ради Христа делаемое, не приносит плода. Здесь сказано о члене церкви, которая не знает о необходимости слышать голос Духа Святого. Голос Духа Святого передает нам личные указания живого Христа, главы церкви, исполняемые нами, они и есть дела ради Христа делаемые. Много из хороших и даже как бы добрых дел, но они не могут совершаться самочинно. Совершаемые самочинно они не имеют плода, не ради Христа делаются. Понятно, почему только глава церкви Христос знает место каждого в теле церкви, ибо видит сокровенность души, только заняв именно ему указанное место. Член церкви находит самого себя, и воистину принимает участие в строении нового Иерусалима, и сам возрастает во Христе. Созерцая историю христианской церкви, можно с некоторым страхом спросить, всегда ли так происходит в церкви Христовой. Если не всегда так, тогда что? Ответом служит вся книга «Тайны святых введения в апокалипсис». Строится новый Иерусалим, противоположный строящему на земле царству земному, в построение которого вовлечено многое множество христиан, и соработников его становится только послушный святому строителю Господу Христу, знающему тайны строений, раскрывающему их в меру сил и способностей через богодать Духа Святого верным. Итак, задача всякого христианина в том, чтобы научиться распознавать о себе волю Божию. Тайна оптинских царцев, вообще духовных, заключалась в том, что Господь, как поведал об этом один царец, раскрывал царцу сокровенность души каждого, обращающегося к нему за советом. И благодать Духа Святого давала уразуметь, как направить жизнь вопрошающего поистине Христовой. Но странно предполагать, что путь Христов каждого члена церкви может быть раскрыт только опытным старцам. Ведь редкие счастливцы имеют возможность повидать старца. Нет, все мы одинаково сыны Божии, и каждый имеет получить благодать Духа Святого, чтобы возраст стать в возраст Христов. И нет формы жизни самой по себе плохой, ибо каждая доля на земле может быть благословляена Богом. И к монаху, и к купцу, и к инженеру, и к воину, и к горничной. И повсюду приходит Дух Святой и говорит, как жить при данном положении, чтобы стать соработником по построению Нового Иерусалима. Неверно, что послушание даже самому святому старцу есть постоянный удел среднего человека. У Бога нет средних. Малым всем человек назван только до времени. Но вот сказано, и последние будут первыми, и первые последними. Высшие, низшие места в церкви это только промысел Божий. И при несовершенном состоянии церкви очень часто испытания для высших. Послушание имеет значение до рождения свыше послушника. Об этом именно говорит апостол Павел. Я снова в муках рождения, то есть болезную, пока не изобразится в вас Христос, то есть до второго рождения. Рожденный свыше уже сам таинственный для других наставляется Духом Святым, и никто не может уразуметь его жизни. Почему и сказано, побеждающему дам новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Или апостол Иоанн говорит, впрочем, помазание, которое вы получили от него, помазанное по апостольской терминологии, имеющее полноту Духа Святого, рожденный свыше, духовный, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание, разумеется, голос Духа Святого, учит вас всему, то, чему он научит вас, то вы пребываете. И в другом месте вы имеете помазание Святого, и, следовательно, знаете все. Самое страшное в христианстве, что верующие постепенно, век за веком, после апостольского времени, теряют память о своем главном назначении. Самое возможное слышать голос Божий представляется нам некой прелестью. по наследству от отдаленных предков вы получили свое мертвое отношение к живому Христу. Вспомним, с какими мучительными усилиями и как настойчиво старался святой Серафим объяснить неразумевшему, ибо нам кажется неудобно постижимым понятие о явлении Бога между людьми и его голосом нас, Матавилову, хорошему, хотя и наивному члену церкви, цель христианской жизни и необходимость стяжать Духа Святого. В селении Духа Святого в члены церкви это второе рождение, это тайна, раскрывшаяся в день Пятидесятницы. Это цель прихода Сына Божия на землю, основа новой твари, нового рода на земле. Еще при жизни своей на земле Христос говорил, огонь Духа Святого, пришел я не сдвестись с неба, и как томлюсь я, что он еще не возгорелся. Господь томился, ибо до сошествия Святого Духа, до Пятидесятницы, люди не были в состоянии начать новую жизнь. Тот, кому необходимо стяжать Духа Святого, еще не живет новой жизни, не новая тварь. Таковы мы все члены современной Церкви. Великий Святой, свидетель верный, постный Церковь свидетельствовать истину, напомнил нам о цели христианской жизни. Но разве мы знаем, разве мы не таскуем от глубокого бессилия и незнания, как стяжать Духа Святого? Напрасно думать, что, утратив так глубоко чувство христианской сущности, легко оживить ее в Церкви. Только сектанты могут вообразить себе, что стоит лишь отделить себя Церкви и провозгласить себя рожденными свыше, как получишь ведение и слышание голоса Божия и станешь духовным. Достаточно прислушать таких тонн или слишком восторженному, то есть нетрезвому, или фантастически упрямому, чтобы убедиться в их самообмане. Нет. Необходимы великие потрясения, всесокрушающие воздействие благодати, как говорят духовные, и неоднократно повторяющиеся. Только тогда мертвая станет оживать. Только тогда Господь скажет нам, как найти его. Святым свидетельством сказанного является упомянутая беседа святого Серафима с Мотовилом о стяжании Святого Духа. И самое содержание беседы, и судьба записи этой беседы несомненно указывает, что мы здесь имеем великое знамение от Бога. Можно уразуметь тройной смысл в этом событии. Первое это обличение. Беседа начинается с громового утверждения. Дух Божий открыл мне, что вам никто в церкви, у многих великих духовных отцов неоднократно спрашивали, не мог сказать, в чем заключается цель христианской жизни. Не звучит ли это гораздо страшнее, чем в свое время обличение Господом учителей израильских в лице Никодима? Ведь прошло 18 столетий после сошествия Святого Духа. Это обличение от Духа Божия явно обращено к современным начальникам, пастырем и архипастырем, как они себя наивно именуют, и учителям христианским. И не слышится ли тут опять грозное пророчество Христа, теперь изреченное Духом Святым через избранника Божия, у не имеющего отнимется и то, что имеет. Из последующей трудной и мучительно неясной по отношению к вопросу, как стяжать Духа Святого Речи, Святого Серафима и глубокого недоумения Матавилова, не обнаруживается ли полная невозможность при современном духовном состоянии Церкви воскресить главное в христианстве? Но если здесь нет учительства, ибо научить настоящее время невозможно, то нет и пророчества, что время это неисповедимыми путями Божиими все же грядет, ибо ведь слово Духа Святого не бывает напрасно. В этом второй смысл события. Третий момент беседы. Чудесные преображения Святого Серафима перед лицом Матавилова, об этом ниже, также заканчиваются пророческим свидетельством верного. Не для вас одних дано вам разуметь это, то есть преображение, через вас и для целого мира. Святой Серафим подкрепляет свое пророчество соображением, предполагаемым мною, что Господь поможет вам удержать сие в памяти, подразумевается записанной вами беседу, поможет сохранить для других, ниже сказанной, для целого мира, как увидим чудесная помощь Божия и явлена по отношению к записи, иначе благость его не преклонилась бы так скоро к смиренному моему умолению, не предварила бы так скоро послушать убогово Серафима, то есть явить чудо и его преображение. Судьба записанной Матавиловым беседы с ним святого, как нельзя более ярко свидетельствует о ее высоком назначении. Написано на небольших клочках бумаги, иногда в перемешку с хозяйственными счетами, с чрезвычайно неразборчивым почерком, она, как бы никому ненужные 70 лет провалялась на чердаке в хламе, вся закапанная голубинным пометом. Не зала до первых бед японской войны и революции 1905 года, начинающих потрясать в России, беседа эта «случайно» была найдена членом церкви Нилусом, кажется еще более наивным, чем Матавилов, восстановлена им с величайшим трудом и несомненно с чудесной помощью Божией, послужила главным основанием для прославления святого Серафима. Причем многие великие духовные особы, возглавляющие этих особ Святейший Синод, был против канонизации. Однако государственная власть в лице императора Николая Второго, как бы каясь в своем двухсотлетнем мертвенном воздействии на церковь, решительно стояла за канонизацией свидетеля верного, благовествовавшего своей церкви Сматавиловым, воскрестение жизни в церкви. В течение последних трудных лет 20-х и 30-х годов 20-го столетия святой Серафим стал одним из наиболее чтимых святых. Центром же глубочайшего внимания верующих в жизни святого является его беседа с Матавилом, никогда и никем из священнослужителей по-настоящему неразъясненная и некомментируемая, в особенности печатна. Она в глубокой ее святости как бы ждет часа своего раскрытия, быть может, даже не в учении, а в новой жизни русского православного народа, то есть в совершении пророчества святого Серафима. Серафима. будем говорить собственно о рождении свыше и что такое свет, даруемый при этом рождении. В крещении мы еще не получаем совершенной благодати. Благодать крещения человек теряет обыкновенно в юности, говорит святой Симеон новый богослов и прибавляет. И ты Спасителю хорошо зная это, даровал нам для второго ощущения покаяния, запечатлеть его благодатью Духа. Однако дарование благодати при крещении и покаянии еще далеко не рождение свыше, то есть перерождение из душевного в духовных. В божественном крещении мы получаем отпущение прегрешения, освобождение от прародительской клятвы и освящаемся наитием Святого Духа. Но совершенную благодать, как она означена в словах «вселюсь в них и буду ходить в них» 2 Коринфянам 6.16 не тогда получаем, ибо это есть достояние совершенно утвержденных в вере и доказавших ее делами. Перерождение душевных в духовных совершается в Церкви Христовой помощью и трудами любви братьей друг к другу. Первоначальная Церковь ясно сознавала, что именно в этом заключается ее назначение и ее цель. Об этом очень хорошо сказал Святой Андрей Кисарийский, толкуя известный образ апокалипсиса. Жена имела в очревии и кричала от боли и мук рождения. Откровение 2.12 церковь церковь из душевных в духовных мы совершенно не можем себе представить. Некоторое понятие, скорее намек, мы находим у святых отцов. Так Святой Симеон Новый Богослов в гимне 3, ведя речь как бы от лица Божия, обращенную к нему самому, говорит, «Сначала тучи, Тебя, и чудным образом изменил Тебя прекрасным изменением, что полнота стелившегося в человека Святого Духа есть свет, свидетельствует и Святой Серафим, воочию показавший этот свет и его влияние своему собеседнику Матавилову. Матавилов увидел лицо старца столь светлым, как бы оно находилось в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, и кругом на всю природу исходил от него этот чудный свет и озарял небесным сиянием. Матавилов испытал при этом такую тишину и мир в душе, что никакими словами выразить нельзя необыкновенную сладость, теплоту необычайную, хотя был мороз, и они сидели в лесу, благоухание ни с чем не сравнимое и неизвеченную радость. Другой собеседник святого Серафима в другом случае говорит, «Я сам забыл свой древний состав в эти блаженные минуты. Душа была в неизъяснимом восторге, духовной радости и благоговении. Даже после, при одном воспоминании испытываю необыкновенную сладость и утешение». Этот свет, даруемый избранником Божиим, святой Максим сочинением Мельхиседейки называет светом пренезреченной славы и чистотой ангелов, а великий Макарий славой естества божеского и красотой будущего века. Симеон Новый Богослов говорит, свет Божий это самый дух святый. В таком свете был Адам и Григорий Палама говорит, это озарение, которого мы лишились по вине Адама, явлено было на горе Фаворской, дабы мы знали, чем мы были и чем будем. Итак, вот тайна христианства, выраженная афонскими и сихастами уже в точной формуле для представления на собор 1341 года по поводу неверного учения Варлама о фаворском свете и подтвержденное на этом соборе достойным Бог дает боготворящую благодать, которая, будучи несозданна и всегда существуя в пресносущном Боге, есть самобытный свет явленный святым мужам. Рожденный свыше имеет этот свет и может, если Богу угодно, распространять его на других, говоря иначе вовлекать людей и всю природу в сферу его действия. Духоносная душа, озаренная от духа и другим сообщает благодать, говорит святой Василий Великий. О самом Василии Великом так рассказывает святой Ефрем Сирин. Я видел его в храме стоящим перед лицом всей своей паствы, и все собрание, казалось мне, сияло божественным светом благодати. Афонский исихаст утверждает, что о свете пока известно только душам, особо достойным от Бога, но будет время, когда он просияет во всем мире. неправым называют они того, кто без благоговения выслушивает тайны духа, ведомые лишь тем, которые очищены посредством святого жития, тайны, которая в свое время откроется по неизглагованному обетованию едино в трех совершенных ипостасях Бога. Несомненно, однако, что церкви не только будет, но и было время, когда все члены церкви жили в фаворском свете. Церковь некогда была народом совершенным, воспитает святой Григорий Богослов. Когда же это могло быть? Конечно, в ее самое первоначальное время, до убийства первомученика Стефана и великого гонения на церковь, то есть до рассеяния ее по разным местам Иудеи и Самарии. Деяние 8.1. Это время можно назвать огненным состоянием церкви, оно не изображено, ибо как изобразить внутренний свет в возначено в деяниях апостольских. Именно у верующих была одна душа и одно сердце. Только у совершенных рожденных свыше может быть одно сердце и одна душа. И еще великая благодать была на всех их. Деяние 4.32. Таким образом, пророчество святого Серафия Масаровского о том, что явление его Матавилу преображенным станет известно всему миру, а как оно станет известным, если мир воочию не убедится в этом. Совпадает с пророчеством афонских исихастов. У католиков в цветках святого Франциска книги духовные, таинственные, ибо во многих местах она совершенно недоступна недуховным. В апокалипсической главе 48-й, повествующей о том, как из золотых корней дерева, после того, как старый ствол упал и ветер унес его прочь, вышло иное дерево, все из золота и произвело золотые листья и плоды, полная гармония в церкви. Пророчествуется также о совершенстве церкви в будущем. Но самое высокое пророчество мы имеем, конечно, в Откровении Святого Иоанна, в главе 20-й, где будущее состояние душ в земной церкви названо первым воскресением. Первое воскресение и есть рождение свыше. Второе воскресение будет воскресением душ и тел уже после окончания мира. Бежало небо и земля и не нашлось им места. Будет совершенство церкви здесь еще на земле. Церковь озарит видимо Фаворски свет Духа Святого. тела же не будут еще преображены ветхие на старой земле. Обращаясь к евангельским определениям первоначальной церкви будет великая благодать на всех и одно сердце и одна душа у верующих. Но и нечто иное ибо в жизни церкви ничто не повторяется в том виде и состоянии в каком являлось ранее. Это утверждает и блаженный Августин размышляя об 20-й главе Откровения. Сокровенность книги Деяния Апостолов. Как мало фактического материала в книге Деяния Апостолов. Ученые и исследователи первохристианства почтительно недоумевают кроме апостола Петра о котором сказано немного об остальных апостолах ничего или почти ничего не говорится. Много внимания уделено апостолу Павлу но и о нем повествование прервано на полусловие. Из семи диаконов первых избранников церковного народа только двум посвящено немного времени об остальных же пяти нет ни слова кроме перечисления имен. Приходится говорить об апостолах или очень кратко или пользоваться всего лишь источниками из Нового Завета. Какая же причина столь казалось бы крупного пробела в книге святой евангельской? Причина та, что деяние апостола суть деяния нечеловеческие а дела Духа Святого в Церкви Христовой. Столько о нем повествует книга. Он один действующий на протяжении всего изложения «Лицо». Книга дает совершенные понятия о разных родах действия благодати Божией в Церкви Христовой, о ее существеннейших проявлениях не только в первохристианстве, но и в последующей жизни Христового общества на земле. Именно отсюда брошен свет на отдаленные века. Тем, что происходило в это время и как происходило, можно изъяснить будущее. Как в беседе Христа с Никодимом мы усматриваем начаток учения о Духе Святом, так в книге Деяний Апостолов различаем начало благодатных действий Духа Утешителя, посланного в Церковь Христом от Отца, которого я пошлю вам от Отца, Иоанна 16, 26. Таким образом, книга Деяний Апостолов в сокровенном изложении своем занята непоследовательной передачей фактического материала о Деяниях Апостолов, а свидетельством того, как Дух Святой действует в Церкви. Поэтому необходимо глубокое проникновение в текст Святого Писания, ибо иногда кратчайшие сообщения или замечания имеют первостепенное и даже абсолютное значение. Что говорит книга Деяний Апостолов о жизни Церкви во времена благовестителей Евангелия и о намечающемся ее будущем скажем в следующих главах. Церковь огненная великая благодать Огонь пришел я не извести с неба Христос воскрес Апостолы и многие другие однажды Христос явился более чем пяти сам братьев совершенно уверовали что Господь жив Он вознесся на небо однако они продолжали пребывать в стенах дома и молились свидетельство о Христе на которое их благословил Господь еще не раздавалось в народе апостолы были пока бессильны и вот пришел день когда шум с неба возвестил о наступлении нового состояния на земле масса народов смятения сбежавшегося на этот небесный шум с изумлением глядела на людей прежде всегда тихих и простых что произошло с ними отчего они так необычайно возбуждены у многих пронеслась мысль в этом доме напились сладкого вина сильно возбуждающего но поднялись все двенадцать и один возвысил голос и все кругом мгновенно стало иным народ заплакал слушая Петра однако могла ли случайно из любопытства сбежавшаяся толпа минуту раньше насмехавшаяся над апостолами поверить воскресение распятого позорно умершего человека не оскорбительны ли было для Иудеев утверждение что Бог соделал Христом Мессией столь долгожданного для славы Израилева уничиженного униженного перед всем миром жалкого галилеянина но как огонь слова Духа Святого и как небесный свет воздух окружавший получивших Духа Утешителя любовь истины любовь растворилась в сердцах речи Петра и только кончил раздались тысячи голосов сокрушенные вопли братья скажите что нам делать и в тот день крестилось около трех тысяч душ так знаменовалось новое что даровал воскресший Христос послав на землю Духа Утешителя Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви и наступила жизнь никогда не бывшая доселе на земле время великой благодати милости Божьей церковь стала совершенным обществом исполненным любви и света по слову апостола Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы у множества уверовавших было одно сердце и одна душа и каждый день единодушен пребывали в храме преломляя на дому хлеб принимали пищу веселье и простоте сердца и никто не был в состоянии называть что-либо своим продавали имение и всякую собственность приносили как любящие дети к апостолам и не было между ними никого нуждающегося никто не заведовал раздачей пищи как было после когда выбрали семь дьяконов само собой расходилось по рукам нуждающихся апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса это время можно назвать пасхальным периодом церкви позднее апостол Павел скажет мы проповедуем Христа распятого слово общее для всего последующего христианства теперь же только образ воскресшего Христа предносился перед лицом верующих а в сердцах как нескончаемая радость стремилось упование Христос идет во славе не можем ли мы современные христиане хотя бы в самую узкую щелочку взглянуть на жизнь этого счастливого времени царства церкви кажется нам что и православные и католики имеют некоторую возможность православные когда в конце светло-заутренней на Пасху наступает время подходить ко Кресту храм исполняется ликованием любви всем хочется Христосоваться друг с другом исчезает воспоминание обычной жизни полное забвение зла и нет конца радости католики вечерний крестный ход в Лурге с зажженными свечами когда в радости все поют и не могут не петь Ава Мария и духовенцы и миряне и католики и их гости вернее сказать гости Пресвятой Богородицы и датчане американцы и славяне и маловерующие смешавшись нестройной толпой соединяются в благодатном ощущении вдруг наступившего детского счастья и любви друг к другу и кажется что радости этой не будет конца Впрочем наша радость это слабейший намек на то что было длилось целые годы как нам вообразить тогда жила нераздельно с народом и Божия Матерь ну и в каждом сиял дух святой тем или иным даром или даже дарами и каждому на языке его души открывал им тайны веры от того не было нужды в догматах и не было даже намека на какую-нибудь власть в церкви все зиждилось на любовном общении друг с другом без малейшего оттенка принуждения все были одно как на непонятной нам чудесные особенности этой церкви скажем что тогда людей не могло разделить даже незнание как у нас принято говорить иностранных языков все понимали друг друга и говорили все на всех языках это вспоминает церковь праздник троицы сошествия святого духа когда огненные языки даровал бог всех снова призвал соединение разделение языков было временем всеобщего разъединения в эти времена великого радования никто не был огорчен мыслью о возможности наступления скорби жили в блаженном неведении наступило казалось вечное счастье некое событие чудесного первоначального состояния церкви подтверждает и на бытие тогдашнего христово общества событие следующее когда все приносили свои имения один муж анания с женой сапфирой продав собственность решил часть денег припрятать то что по-житейски называется отложить на черный день апостол Петр с горечью заметил анании как ты допустил сатане вложить сердце твое солгать духу святому ты ведь не нам солгал а Богу анания пал бездыханным та же умерла и его жена что означало эта внезапная смерть было бы нечестиво предполагать что Петр наказал анании сапфиру смертью никогда ни Христос ни апостолы не могли бы принять участие в казних не знаете какого вы духа сказал Господь Иисус ученикам предлагавшему мертвить непокорных самарянов Иоанн Златоус прямо говорит христианам преимущественно перед всеми запрещается насилием исправлять впадающих в грехи не убивать а любовью приводить к покаянию следуя тех кто грешит смерть анании не была наказанием она была прямым следствием пребывания церкви вымобытии царствию Божьим в раю все единогласны нарушив согласие анания в момент обнаружения своего проступка выпал из церкви царственного священства он не мог продолжать свое существование в церкви безгрешной какой была тогда церковь на земле а без сравнения позволит нам образнее представить себе чувство жизни в период великой благодати это была жизнь не на земле и не на небе а на горе фавор где преобразился христос там раскинут был лагерь те палатки о которых говорил Петр во время преображения господня тогда это было невозможно теперь же палатки были дарованы всем крещеным верующие не созерцали преображенного христа но чудное светлое облако как тогда учеников господа иисуса осеняло их они жили в этом свете в свете несозданном самобытном существующем в пресносущном боге или иначе в огне Духа Святого позднее когда явился грех светлое облако стало меркнуть великая благодать отошла надлежало спуститься в долину скорби принять крест как раскаяние в деяниях апостолов указаны некоторые особые черты церкви находившиеся в великой благодати или как мы сказали в благодати воскресения в противоположность будущему ее состоянии крестному такой особенности церкви воскресения то есть церкви победной торжествующей является иное сравнительно с церковью крестной отношение к властям придержащим известно как последующее христианство предписывает относиться ко всякой власти к существующему общественному порядку смиренная покорность и в своем роде благоговение царя чтите влияние говорится о возможности совсем иного отношения к властям когда после своего первого ареста апостолы Петр и Ян возвратились к братьям из Синедриона они не только не смиренно а можно сказать с величайшим негодованием отнеслись к угрозам иудейского начальства единодушно возвысили голос к Богу и сказали владыка Божия восстали цари земные князья собрались вместе на Господа и на Христа его и ныне Господи возбери на угрозы их и дай рабам твоим со всей смирности говорить слово твое в тексте сказано более пространно но мы передаем дух их воззвания и это обращение к Богу не было напрасно по молитве их поколебалось место где они были собраны и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением но здесь оканчивается это особое не похожее на будущее отношение к власти является грех и поведение апостола резко меняется после второго ареста когда Петра и Иоанна били в Синедрионе они уже не негодуют а радуются этому бесчестью то есть принимают на себя крест за церковь однако приятие страданий в силу необходимости совершен грех в церкви нисколько не умаляет чудо которое произошло помолить верующих поколевалось место и вспомнились Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением это сочувствие Божье негодование верующих на неправду земных властей знаменит собой великую возможность в будущем когда по исполнению времен церковь с Божьей помощью получит снова благодать воскресения станет торжествующей победной она преодолеет нечестие земной власти зло общественного неустройства об этом повествует глава 19 откровения святого Иоанна после разрушения великой блудницы очищения церкви наступит иное состояние дано будет невесте церкви облечься в весон чистый и светлый весон же есть праеды святых то есть будет прославление церкви торжество и воцарение святых это названо браком агнца и жена его приготовила себя тогда же наступит гибель царей сильных мира сего летите птицы на великую вечерю божию чтобы пожрать трупы царей трупы сильных трупы тысячи начальников птицы ангел исполняющий волю божию святой Андрей Кисарийский поведанием же плоти по толкованию святого Андрея показывается исчезновение начальственных на земле имен не люди превращаются в трупы а только начальственное звание церкви первоначальной более полное столкование наступит в главе царственное священие и марана фа начало креста святых в церкви первоначальная церковь имела полноту духа святого и потому была безгрешна грех Анании и Сапфиры не был в состоянии проникнуть как соблазну в церковь и отнять от нее безгрешность так как виновники греха были удалены вернее перенесены в иное состояние за гробом от общества христового в момент обнаружения греха и церковь продолжала жить в полноте благодати как сказано и все единодушно пребывали в храме и с посторонней же никто не смел пристать к ним а народ прославлял их однако церковь не могла не испытать потрясения созерцая уход из этого мира своих братьев Анании и Сапфиры сказано великий страх объял всю церковь ведь церковь была в совершенной любви а совершенная любовь изгоняет страх и вот черная молния страха нарушила на момент совершенства любви чтобы вернуть в церковь полноту любви необходимо было принять то чем глава церкви Христос доставил ее полноту любви жертву страдания крест распятия искупления церкви берут на себя сильнейшие ближние Христу его свидетели верные они первые поднимают крест так это засвидетельствовано в первохристианстве и так будет всегда в последующей долгой жизни церкви в той же главе пятое деяние апостолов где вначале рассказано об Анании и Сапфире в конце говорится апостолов Петра и Анна били в Синедрионе и далее апостолов пошли из Синедриона радуясь что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие между тем мы знаем что после первого допроса в Синедрионе хотя и не было апостолом бесчестие а было только как бы начальственное предостережение но апостолы и вся церковь отнеслись к этим угрозам начальства с величайшим негодованием ибо тогда еще не было греха на церкви и потому не должно было нести жертву совершенная любовь не омраченная грехом всех касается своим крылом умеряя и самых злых замечаем большую разницу в расположении духа у начальников Синедриона в первый и второй арест апостола Петра и Анна Петр на обоих допросах говорил почти одно и то же однако убийцы Христа Анна Каяф и другие хотя и узнают учеников ненавистного им Бога человека настроенные в первый раз весьма миролюбиво видя смелость Петра и Анна и приметив что они люди не книжные а простые удивлялись и рассуждали во второй же раз когда апостолы пришли от церкви на момент утратившей полноту любви они разрываются от гнева и хотят убить их и только заступничество уважаемого всеми учителя Гамалиила спасает апостолов от лютой казни вскоре церковь с момента с момента проникновения церковь до конца времен сыны противления будут действовать тайна беззакония уже в действии среди христианского народа опустошая любовь порождая нескончаемые соблазны первый плод их беззакония изображен в шестой главе деяния апостолов это обида иудеями вдовиц еленистов церковь уже не может пребывать в великой благодати ее надлежит принять крест мы проповедуем Христа распятого и вот льется кровь первомученика Стефана он как бы спешит принести себя в жертву принять распятие недолгая история первоизбранника народа Стефана раскрывает образ действия Духа Святого не только в данное время но и в последующие века Церкви передадим сначала внешне а потом изъясним духовно что произошло первые семьи уже избранных собором по предложению апостолов выбрать из среды свои семь мужей пищись о столах Святой Стефан явил необычайные дары Святого Духа исполнены верой и силы Стефан совершал великие чудеса и знамения в народе никто не мог противостоять его мудрости и Духу которым он говорил вскоре его схватили и ложно обвиняя в хуле на место святое поставили на судилище Стефан так обратился к собравшимся мужей братья и отцы послушайте и в спокойной обстоятельной речи он показал Снедриону как знакомой ему историей израильского народа но вдруг как бы спокойствие оставляет Стефана и он воскликнул обращаясь к судям жестоковыми именами с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь Духу Святому как отцы ваши так и вы кого из пророков не гнали отцы ваши до сих пор Стефан в своей речи говорил наши отцы они убили предвозвестивших пришествие праведника которого предателями и убийцами сделались теперь вы слушая судьи рвались сердцами своими и скрежетали на Стефана зубами но Стефан будучи исполнен Духа Святого возрев на небо увидел славу Божию и Иисусу стоящего одесную Бога и сказал вот я вижу небеса отверсти и Сына человеческого одесной Бога это привело в бешенство весь Синедрион громко крича они набросились на Стефана и повлекли его за город там побили камнями праведника в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме и все кроме апостолов рассеялись по разным местам иудеи и Самарии размышляя житейски можно сказать неиздержанность Стефана на суде погубила его самого и разрушила до той спокойной жизни церкви в Иерусалиме мы знаем из речи апостола Петра и затем Павла на суде что защищаясь они стремятся выяснить истину и по возможности избежать раздражать судей ими конечно руководил Дух Святой почему же Стефан поступил иначе один толкователь Евангелия предполагает что Стефан потерял терпение заметив на лицах своих слушателей тупое самодовольство вызванное его повествованием истории избранного Богом народа но руководимые Духом Святым не теряют терпение и не могут раздражаться гневные слова Стефана не его гнев обреченный на мученичество соизволение Божие на крест в церкви он явился перед врагами Христа как посланник Бога Всевышнего сказано все сидящие в Синедрионе смотря на него видели лицо его как лицо ангела это было победное выступление церкви но уже не земной ибо пасхальное время ее миновало а небесной перед миром не желавшим принять Христа обличая его стоял небесный житель при таком изъяснении вот что представляется еще непонятным если Стефан обличая судей говорил не свое а исполнилось на нем заповедь Христа когда будут предавать вас то сейчас оно будет вам сказать что то как понять его первоначальное обращение к судьям возможно ли будучи в одном духе почетно именовать людей братья и отцы а потом вдруг назвать их предателями и убийцами праведника объяснение этому следующее Стефан надлежало по соизволению Божьей принять крест за церковь но это не было ему заранее открыто он стал перед судилищем с душой исполненной любви без желания кого-нибудь обличать несомненно он чувствовал тоже что апостол Петр немного ранее когда и говорил народу об убийстве начальника жизни впрочем я знаю братья что вы как и начальники ваши сделали это по неведению мы здесь на земле не судим ближнего и не знаем сокровенные их души покаялись ли они готовы ли покаяться или продолжают противиться Стефану достаточно было провернуть ложное обвинение что он хулил святое место и закон чтобы выйти из суда оправданным ведь он обвинялся не за веру в Иисуса Христа и конечно он торопился как можно скорее вернуться к своей работе на пользу ближним мысль о смерти была ему чужда как гибель божьих даров талантов самый разгар деятельности и вот прерывая спокойно течение защитительной речи вдруг предстали умственную взору Стефана те слова которыми которыми надлежала тотчас тотчас понял что слова против судей несут ему смерть человеческий рассудок должен был восстать со всей силой умереть в то время когда сердце горит светом божьих даров на служение людям но это и есть крест страшный момент принятия крестных мук бог не хочет страданий человека после распятия и воскресения сына божия воссевшего десну и отца людям послана всепобедная помощь дух святой для одоления злого врага если же христиане снова допускают сатане вкладывать в сердце свое желание и грешить сын божий опять распинается в лице своих младших братьев на земле тогда все как бы вновь возвращается ко времени до распятия Христа и так как ученик не более учителя довольны для него чтобы он был как учитель его то каждый верный свидетель имеющий принять смертное мученичество претерпевает гефсиманские борения учителя вот гефсиманский сад и молитва Христа отче все возможно тебе пронеси чашу сию мимо меня и был пот его как капли крови падающие на землю только поднимающийся из глубины души вздох святого подобный вздоху учителя да будет воля твоя господи прекращает кровавую борьбу в сердце в тот миг когда крест принят святым кончается подобие его мук муком спасителя ибо страдания Христа продолжались и после гефсимании достигая предела Боже мой для чего ты меня оставил христианин же ученик младший брат мой приняв в сердце волю Божию на своем ученичество воскресает подобно первомученику Стефану вот вижу я небеса отверстые сына человеческого стоящего одесную Бога свет благодати объемлет его муки победной силой креста Христова и они превращаются в радость заливающую и душу и тело и так в образе мученичества Стефана нам дается понимание сущности креста мученичества святых в церкви ожесточение вызвано Стефаном против себя на суде обратилось и на всю церковь сказано так в те дни то есть непосредственно за убийством Стефана произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме и все кроме апостолов рассеялись по разным местам иудеи здесь мы можем установить тесную связь между крестом добровольно принятым на себя святым крестом но уже не добровольным выпадающим на долю всей церкви как видится нам Божий промысл в событиях наступивших вслед за великим гонением до своего рассеяния церковь впала в опасное состояние форма жизни ее уже не соответствовала ее нравственному и духовному состоянию все продолжало оставаться как бы неизменным сияли дары Духа Святого собирались все вместе в храме чудеса и знамения и от того великая радость не прекращалась и слово Божие росло и число учеников весьма умножилось и священников очень многие покорились вере но не было уже одно сердце и одна душа и были избраны семь мужей так как апостолы отказались заниматься во дворением порядка при начавшихся несправедливости к такому положению церкви были бы вполне применимы предостережения Христа в Адикийской церкви указанной позднее в откровении Святого Иоанна ты говоришь я богат и ни в чем не имею нужды а не знаешь что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг советую тебе купить у меня золото огнем очищенное страданиями очищенное Стефан первый избранник церкви на служение собрание всех признало его достойнейшим он с величайшим успехом творит порученное им дело и вот он уже как бы первый слышит тайный призыв Христа к крестному пути церкви не только принимает его но и влечет за собой всех своих ближних великое гонение вызванное делом Стефана совершает полное раздробление первоначального состояния церкви все кроме апостола просеиваются по разным местам надлежит церкви устроиться по-новому крест добровольно принятый на себя Стефаном превращается в крест недобровольный для всей церкви таково домостроительство Христово и впоследующее долгое существование христианства крест добровольный предлагается святым невинным и недобровольный малым сим грешникам чтобы вызвать их на покаяние как лекарство с любовью вливаемое в рот больному ребенку завет апостола Павла церковь огненная где все были исполнены ликования воскресшем и прославленном Христе и никакое подобие тьмы не могло омрачить радость о духе и утешителе кончилось для верующих во Христа наступала иная жизнь рождавшаяся как бы на крови первомученика Степана в злостраданиях великого гонения Саввов как некий изверг его собственные слова вызывается Христом из горнила страданий которые он причинял другим бывший гонитель отныне сам обречен во всю последующую жизнь терпеть неслыханные муки я покажу ему сколько он должен пострадать за имя мое сказал Христос ученику Анании изумевшемуся что Господь повелевает возложить руки на мучителя святых Деяния 9.10.16 по прежнему иудеи будут требовать чудес но верный своей мученической доли апостол Павел скажет а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн слово о кресте для погибающих есть юродство безумие а для нас спасаемых сила Божия это новая сила церкви Христовой из победной церковь Христа прославленного становящаяся церковью крестной церковь Агнца Христа распятого к Агнцу престолу Господа будут приходить от великой скорби великая скорбь должна быть принята в сердце верными свидетелями Христа ей предстоит постепенно вытеснить радость о духе утешителей редкую гостью церкви послеапостольской однако великая благодать остается у первоапостолов произошло великое гонение и все рассеялись кроме апостолов и в течении их жизни на земле чудесный свет этой благодати озаряет всю церковь правда апостолу уже не одно сердце и не одна душа со всеми они странники благовестители воскресшего Христа они несут во всем мир во всю вселенную благодатную весть Христос воскресе и с ними всегда свет счастье как бы торжественный пасхальный перезвон колоколов их сопровождает но я сам приду к вам пишет апостол Ян чтобы радость ваша была совершенной их приход означает необычайную близость Христа любовь расплавляющая в божественном огне все сердца их пребывание недолго даже сказано в учении двенадцати апостолов один-два дня но уходя они оставляют живую восторженную надежду о скором пришествии Христа во славе чувство блаженной вечной жизни и забвения всего земного в этом высоко благодатном состоянии непрекращающемся экстазе на нашем языке страдание теряя свое ядовитое жало его крестную муку длительность земную безысходность апостол Петр говорит о пользе страдания плотью но тут же как бы останавливая себя воспитает впрочем близок всему конец апостол Ян приглашает не любить мира и всего что в мире говорят дети последнее время в том свете который развивается через апостолов в мир невозможно зародиться мысли о тысячелетиях церкви стенающего греха а между тем это будущее церкви должно наступить и вот как бы иного рода благовестия апостола Павла конечно и он прежде всего говорит о воскресении Христа ему принадлежит замечательное извлечение если Христос не воскрес то и вера ваша тщетна не имеет никакого смысла и он поверяет тайну о грядущем Христе не все умрем мы но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными а мы изменимся а в другом месте время уже коротко значит и он как бы утверждает близость конца но главное заключается в характере благодати данной Павлу Господь сказал ему сила моя совершается в немощи и апостол Павел говорит о себе когда я немощен тогда силен он проповедует как бы через муку свою через свои никогда не прекращающиеся страдания он всем своим существом вопиет о Христе распятым люди трезвеют от его проповеди проникаются чувством необходимым для долгой мучительной жизни на земле чувством крестного труда апостол будущих тяжких времен во многом Павел непонятен своей эпохи писание его естественно неудобно вразумительной признается апостол Петр 2 Петра 16 и это правда ибо обращаясь к современникам обречая данное настоящее апостол Павел руководимый духом святым имеет ввиду отдаленнейшие времена церкви быть может его проповедь о законе и благодати во всем своем значении раскроется окончательно только в наши дни и тогда снова с потрясающей силой восстанет его слово вера спасает а не закон то есть спасает живое указание духа святого для чего вернулись к бедным вещественным началам и поработили себя им в галатом 4.9 как могли бы забыть что не то что установлено и будто бы освящено до конца времен а то что угодно духу и утешителю нет ничего в восстановлении земных что не могло бы исчезнуть подобно состоянии церкви великой благодати и состоянии церкви времен апостольских апостолы, пророки, учителя теперь мы приступаем к выяснению того что в учении апостола Павла должно служить как бы компасом в путях в церкви когда после своего чудесного обращения на дороге в Дамаск Сау вернулся в Иерусалим и молился в храме снова увидел Христа а он сказал ему поспеши и выйди скорее из Иерусалима потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне иди я пошлю тебя далеко к язычникам здесь не примут твоего свидетельства о мне это становится роковым для Иерусалима не только для апостольства Павла но и для самой истины ведь не о тебе будет свидетельствовать апостол Павла а дух святой будет говорить его устами но свои иудеи христиане везде начнут перечить ему возмущать против него новообращенных и что самое мучительное станут сравнивать с ним первоапостол если не совсем отвергать его проповедь то умолять ее чрезвычайно они будут говорить Павел не таков как они он проповедует нечто от себя это не только вкравшиеся лжебратья скрытно приходящие подсматривать за свободой новообращенных а и настоящие братья откуда же такое негодование Павел до конца уничтожал в своей проповеди священное начало иудейской религиозности он настойчиво предлагал верующим вовсе отказаться от моисеевой обрядности и строго утверждал что делами закона не оправдается никакая плоть Галатам 2.16 причиной этого отрицательного отношения по всему законническому было то что апостол видел еще больше провидел в будущем начинающиеся омертвениях христианства вместо того чтобы руководствоваться в жизни благодатью то есть таинственным голосом Духа Святого христиане в основу своих поступков кладут писанный закон и закрепощенную формулу мораль через тысячу лет Святой Симеон Новый Богослов свидетельствует об омертвении так сокровенное от начала мира таинство христианство состоит в стяжании благодати Божией наибольшая часть из крещенных именующихся христианами не знает этого таинства христианства слово преподобного Симеона 1.313 а еще через 800 лет Святой Серафим Саровский говорит более страшно Дух Божий раскрыл мне что вы, Матавилов, в ребятисте вашем усердно желали знать в чем состоит цель жизни нашей христианской и у многих великих духовных особ о том неоднократно спрашивали но никто не сказал вам о том начало беседы с Матавиловым это отношение апостола Павла к законничеству столь излюбленному в ее действии и послужило причиной его великого столкновения с Иерусалимской церковью откуда он вышел как бы побежденным иудеи победили в конычках его свидетельство о живом Христе вот что сказал ему глава Иерусалимской церкви Святой Яков и с ним все старейшины Иерусалимские когда в последний раз апостол пришел в Иерусалим и всех иудеев, живущих между язычниками, слышали, что учишь отступление от Моисея говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю а посмотри кругом, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона если бы глава Иерусалимской церкви и старейшины Преститеры верили, что апостол Павел говорит и учит не от себя а дух утешитель передает через него волю главы церкви Христа если бы они проникли словами апостола Павла я избран не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Евангелие, которое я благорестовал, не есть человеческое ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа то они бы должны были свидетельствовать перед своей пастрой истину учения избранного сосуда Христова возвещающего имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми однако они поступают совершенно обратно в угоду ревнителям закона а они предлагают апостолу Павлу сделай, что мы скажем тебе есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет взял их, очисти с ними и возьми на себя из девушки на жертву за них и узнают все, что слышно имя о тебе несправедливо но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон Павел послушался их совета как он мог поступить вопреки своей проповеди? как мог и тем против Духа Святого, проповедовавшего его устами? но как мы уже говорили и будем много раз повторять святые не действуют самочинно имеющие полноту Духа Святого слышат голос Господа и поступают сообразно его воле тогда что же сам Дух Святой отказывается от своей проповеди? да отказывается в данном месте пояснение кое-кому может быть придет мысль, что апостол Павел действовал здесь по своему всегдашнему методу для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых 1 Коринфянам 9.22 нет здесь невозможно было спасать здесь были сыны противления, которым хотелось только, чтобы все было по их воле здесь в Иерусалиме сама жизнь воплощает пророчество Христа слышанное апостолом Павлом от Господа 20 лет назад в Иерусалимском храме здесь твоего свидетельства обо мне не примут то есть не примут от тебя того особого в христианском учении что ты будешь проповедовать именем моим вот и объяснение кажущегося противоречия апостол Павел шел в Иерусалим в одновременное повлечение Духа Святого как свидетельствовал он сам о себе в Иерании 20.22 и вопреки Духу, говорившему ему везде по пути через пороков и учеников не ходить в Иерусалим они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим в Иерании 21.4 но он шел не для того, чтобы возвещать истину то есть совершать свое апостольское а напротив, чтобы дать возможность как страшно раскрывается здесь домостроительство Божие дать возможность сынам противления, обнаружить себя до конца ничего не бывает тайного, чтобы не стало в свое время явным апостол Христов, как овца, в леком был на заклание по слову пророка Агава, апостол Павлу тебя свяжут иудеи в Иерусалиме и придадут в руки изучников свяжут, можно понимать, духовно заградят уста для проповеди по велению Христа и вот свершилось христиане вместо того, чтобы исполнять волю Господа заставили избранника Божия, возвещающего всем народу израильскому эту волю, делать противоположное ей тогда Господь, дабы не стал его свидетель верный до конца нарушителем своей проповеди, велений Христа попустил осийским иудеям прервать навязанное Павлу ощущение еще не окончились дни ощущения, как осийские иудеи увидели Павла в храме подняли крик, возмутили весь народ, город и наложили на него руки Деяния 21.27 Римляне увели в узах апостола Павла навсегда из Иерусалима иудео-христианство обречено было на исчезновение как бы в доказательство, что миссия апостола Павла среди народа израильского окончена и пророчество Христа об Иерусалиме свершилось это пророчество апостола Павла впервые припоминает в Деяниях 22.17.23 в своем последнем слове к еврейскому народу когда-то всеначальник римский позволил Павлу говорить иудеям то апостол Павел рассказал народу о себе, о своем видении на пути в Дамаск и все слушали его в глубокой тишине но когда он повторил слово Христа, являвшегося ему в Иерусалимском храме здесь не примут Твоего свидетельства обо мне иди, я пошлю Тебя далеко к язычникам до этого слушали его жители Иерусалима но за всем подняли крик, говоря истреби от земли такого, ибо ему не должно жить кричали, метали одежды и бросали пыль в воздух и этим соглашались с пророчеством Христа о себе в истории апостола Павла в Иерусалимской церкви обнаруживается и остается навсегда живой и грозной опасность для церкви Христовой Дух Святой, Господь, никому не навязывает свою волю Он предлагает, если можно выразить все на светском языке с необычайной деликатностью, нежностью как отдельным людям, так и всей церкви Голос избранников Божиих, через которые Господь предупреждает церковь, указывая на уклонение от Божьего пути необходимо слышать однако разрешается долготерпение Божие и пренебречь им чтобы не нарушить тьмы началия и быть соблазном для малых стих избранники Божьи в церкви следуют путем святого послушания с любовью как бы в тишине то есть в противоположность часто суетливой деятельности современных им управителей церкви начальствующих иерархов они проповедуют волю Божию всегда на языке который всем слышен и понятен но они замолкают если их не хотят услышать и покориться Духу Святому и безмолвно, мучаясь в сердце продолжает пребывать в святом послушании то есть в любви это святое послушание он был послушан до смерти, смерти крестной покупается дорогой ценой для церкви снова в лице братьев моих меньших распинается Христос между верными свидетелями Христа и начальствующими в церкви с соблазненной паствой разверзается тайная пропасть которая постепенно растет непокорным кажется, что церковь продолжает преуспевать что Господь благоволит к ней а она мертвеет, лишенная гласа святых жизнь в церкви теплится в немногих душах которых нигде не видно и не слышно как бы загранных в подполье, в пустыню тогда копится гнев на день гнева и снова наступит великое гонение и раздробит церковь она соберется, но уже в новом устройстве кроме отягощения совести явными грехами что еще препятствует начальствующим церкви а вообще христианам слышать таинственный голос Духа Святого и принимать от святых живое Христово свидетельство это мнимая праведность в этом и сказывается глубочайшее значение проповеди Павла для церкви всех времен когда он уделял так много внимания исполнителям законов столь негодовално соблюдавших обряд Моисея то разумел не самые обряды которых исполнение невинно а дух ревнителей закона дух ревнителей закона вот где скрывается несчастье для церкви Христовой и теперь так же как прежде уставы, каноны, современные установления церкви иногда тысячелетней древности чем древнее, тем кажутся значительнее становятся священными, незыбленными хранителями веры возможность их перемены по предложению Духа Святого через избранников Божиих представляется ревнителем не только святотатством но и отменой религии малейший намек на изменение существующего порядка поднимает в них целую бурю противления что во все времена становилось препятствием для истины то есть для живого Бога сердце христианина устрояется так что Христос занимает в нем не только первое место но им чрезвычайно умаляется остальное все неважно, все мелко, все ничтожно кроме веры в живого Христа оттого апостол Павел посвящает целую главу значений любви оттого он и перечисляет все как бы самое высшее в человеке способность говорить ангельским языком дар пророчества, веру, передвигающую гору все тайны, всякое познание способность раздать все имение и прибавляет но если нет любви, то все это ничто облечься во Христа это значит любить людей, а не учреждения ревность к закону, уставу, канону данному церковному устройству часто соединяется с жестокостью с невостворенностью сердца с любовью к вещи, а не к людям надлежит подчиняться канонам исполнять устав, принимать усыновление церковное но как старостепеннейшее сегодня есть, а завтра может быть совсем иначе как Богу угодно сердце должно быть свободно не порабощено вещественными началами земного устроения хотя бы и церковного ничего из этого не перейдет в жизнь вечную а только душа любящая ревнителям закона обыкновенно принадлежит первое место в церкви даже не будучи начальниками они пользуются чрезвычайно большим авторитетом причина этому следующая массы верующего народа обременены тяжелой заботой о пропитании у них мало времени для всего церковного болея сердцем о своем недуге они с радостью взирают на тех кто исполняет весь закон с глубоким сочувствием и почтительностью относится благочестивый люд к исполнителям но здесь происходит некий незаметный но очень важный по своим духовным последствиям отбор дело в том что кроткие и любящие никогда не придают значения своему благочестию они скрывают свой труд и остаются незаметными почет достается тем ревнителям закона которые строго следят не только за собой но и за другими все ли и правильно ли исполнено все такие всегда на виду и свой почет они стараются использовать как орудие преследования не вполне покорных их авторитету в церкви распространяется гнет ревнители не только уважают но и боятся к чему это приводит с необычайной яркостью рассказывает апостол павел в антиохии до прибытия некоторых от иакова то есть ревнителей закона христиан иудеев из Иерусалима апостол петр ел вместе с язычниками а когда те пришли стал таиться и устраняться опасаясь обрезанных это произвело такое впечатление на всех иудеев что и они начали лицемерить так что даже варнава апостольски сопутствовавший павел в его путешествии среди языческих народов был увлечен их лицемерием лицемерие угошает любовь надо представить себе все ужасное и серьезное положение апостол петр не тот немощный кто отрекся на дворе первосвященника от христа а тот то обречен был во всю полноту Духа Святого Петр который тени своей совершал исцеление соявлялся перед всеми как огненный избранник Христа и ведь это он утверждал на соборе что сердцеведец Бог не положил никакого различия между нами язычниками и вот теперь опасаясь обрезанных Петр обидел своих братьев и христиан язычников то есть пренебрег любовью в самом центре церкви и научил этому других как мог допустить Дух Святой это поругание делала Христова он и не допустил апостол Павел сказал при всех апостолу Петру зачем язычников принуждаешь жить по-иудейски когда сам живешь по-иудейски а обнаружил правду и вернул любовь чем объяснить поведение Петра Петр был смиренный очень благочестивый и сердцем простой человек эти качества высшего порядка в человеке не преображает Дух Святой от юности Петр привык благоговеки преклоняться перед людьми знающими и исполняющими весь закон и тем более благоговел и любил их в простоте сердца что сам обремененный тяжелым трудом не твердо знал закон и не мог хорошо его исполнять хотя Дух Святой теперь открыл ему великую истину что нет различия между иудеями и язычниками и Петр ел и пил с ними все-таки когда пришли исполнители закона не в состоянии был преодолеть свои детские робости перед людьми столь уважаемыми в этом особенность ревнителей что любовь и благоговение к себе они превращают в умнимый страх перед Богом и обманывают своих почитателей питаясь гордостью они являются излюбленнейшими детьми Люцифера и несравненными проводниками его духа великолепные гасители любви в самом центре церкви простые сердца всегда становятся жертвами законников для изобличения ревнителей необходим был человек из их среды прошедший через все изгибы пути законничества фарисея и сын фарисея апостол Павел он и вскрыл тонкость их лжи доказал что дух ревнителей есть страшнейшая язва христианства что это именно так вспомним жизнь спасителя Господь никогда не гнушался даже последним грешником и находил для него милостивые слова значит принимал его в свое сердце но для книжников и фарисеев этих слов у него не было гробы разукрашенные а внутри гниль и следуя Христу апостол Петр ко всем любовен даже грозя детям своим духовным просит у них прощения он учит будьте братолюбивы друг другу с нежностью в почтительности друг друга предупреждайте римлянам 11.10 но лишь только здесь заходит о ревнителе закона то он его резко меняется здесь необходимо обличение чтобы каждый знал с кем он имеет дело и проповедник любви восклицает берегитесь псов берегитесь злых делателей берегитесь обрезания филиппийцам 3.2 напрасно думать что обрезанные исчезли вместе с иудео-христианством о нет это понятие становится символом на протяжении мировой истории церкви обрезанные являются под самыми разнообразными хитрейшими личинами чтобы показать зло которое они совершили и совершаете необходимо было бы рассказать без пропусков историю жизни христианских народов и на каждом шагу указывать опустошение любви которое они производят признак их духа по которым тотчас они становятся видимыми отсутствие любви действие наперекор заповедей Христа новую заповедь даю вам да любите друг друга благовестующих Христа любит людей светится духом святым для ревнителей человек безразличен для них все в мертвой букве живые люди драгоценность Божия души есть только материал для исполнения буквы они всегда презирают гонят ненавидят человека ради бедных вещественных начал апостол Павел здесь содержится только намек на разрешение мучительнейшего недоумения об антихристе в церкви так определяет антихристов дух в церкви противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом или святынию так что в храме божьем сядет он как бог выдавая себя за бога кто больше всех превозносится тот кто уверен в своей праведности я исполняю весь закон и потому блюду чистоту церкви этот грех имеет роковое свойство в нем невозможно покаяться в чем же каяться если я исполняю все предписания зло причиняемое им действует на всем протяжении существования церкви на земле как разъедающее тело церкви тайная язва про свое время Павел утверждает тайна беззакония уже в действии тоже подтверждает апокалипсис в откровении святого Иоанна те кто остаются до последнего момента после всех призывов к покаянию грозных как разрушение великого города и милостивых как прославление церкви все таки не растворим зерном противления Христу названы Гога и Магога число их как песок морской они будут уничтожены огнем с неба пропуск Святой Андрей Кисалийский в своем толковании апокалипсис говорит что Гога и Магога слова еврейские и значит собрание и превозношение иначе собрание превозносящихся время благодатное после мученической кончины диакона Стефана произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме говорится в деяниях апостолов и все кроме апостолов рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии это краткое сообщение все рассеялись кроме апостолов имеет глубочайшее значение явное и тайное тайна указывается на силу Божию охраняющие избранников Христовых многие ученики убиты заключены в темницу и никто не мог выдержать гонения все рассеялись но апостолы остаются как бы невидимыми ненависть сосредоточена именно на них главных виновниках проповеди о воскресении нами уничтоженного этого человека говорится о гонителе дыша угрозами и убийства на апостолов он едет в Дамаск чтобы и там уничтожить их учеников а апостолы как бы ничего не случилось остаются невредимыми в самом Иерусалиме это при общих бедствиях охраняющая святых сила Божия действует и во всей последующей истории церкви Христовой никакие общенародные испытания голод моровая язва воин и прочее не страшны избранникам Божиим призванным к особому служению они несут крест за малых сих и за всю церковь соучаствуют в деле в деле агнца как бы заклонного но крест их единоличный у каждого свой как различные служения их во Христе и насильственная смерть святого если угодно Господу прославить себя через мужчиническую кончину своего верного свидетеля попускается в известное время и не сливается с моментами общего поражения явно в сообщении все рассеялись кроме апостолов открывается провысил Божий о дальнейшей судьбе церкви и о новых отношениях к церкви апостолов отношения эти будут уже иные чем были в огненной церкви где великая благодать Духа Святого всех озаряла своим светом и было одно сердце и одна душа у всех теперь вследствие начавшегося греха великий свет отошел от церкви наступило новое состояние которое апостол Павел знаменует так многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие апостолы как бы телесно отрываются от церкви остаются одни они продолжают пребывать в центре в Иерусалиме этот центр следует понимать не только в местном порядке в столице они скоро расходятся для проповеди а в смысле продолжающегося их огненного состояния полноты Духа Святого их постоянная жизнь в одном месте со всеми не была бы полезна для пути скорбей на который вступила церковь апостолы сияют в полуденном солнце света пресносущего где они там радость, счастье, непрестанные чудеса апостол Павел в своем пребывании у галатов поспицает вы приняли меня как ангела Божия как Христа Иисуса как вы были блаженны продолжительное пребывание в таком состоянии людей плоских не плоские ли вы порождает нездоровое чувство потерю трезвости, опьянения иллюзии собственной святости необходимы же труды и покаяния и очищающие сердца скорби и вот апостолы становятся странниками они недолгие гости у братьев во Христе но и сама церковь как бы выпадает из своего земного единства сказано рассеявшиеся ходили и благовествовали слово и дальше рассеявшиеся прошли до Финикии и Кипра и Антиохии 11-19 и везде по дорогам и областям возникали новые общины церкви уже не одна многочисленная община с одним сердцем и одной душой а многие отдельные общины церквей отдельные общины церкви каждая имеет свои особенности свои положительные и отрицательные стороны что это так доказывается посланиями семи церквам Христа прославленного явившегося апостолу Иоанна на острове Патмосе и записанном в откровении святого Иоанна апокалипсиси понятие семь в библейской символической терминологии потолкование святых отцов означает полноту множественности то есть все церкви которые существуют и будут существовать до совершения пророчеств откровения в каждой церкви свой ангел-хранитель который получает от Христа указания на недостатки и похвалу за преуспевание за преуспевание обращение ко всем символ всем церквам дает возможность предполагать что здесь обозначены типические черты положительные и отрицательные христовых общин всего мира до нашего времени так как и до сих пор исполнение пророчества апокалипсиса еще не наступило апостолы будут исполнять заповеданное им слово Христа идите научите все народы крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа отовсюду простираются к ним руки в томление и ожидание ибо в таинственной глубине сердца весь мир слышал слова Спасителя идите научите все народы крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа только из преданий мы узнаем о тех далеких странах до края земли в которых побывали апостолы в деяниях переименованы города и области которые посетил апостол Петр в особенности апостол Павел благовестную язычникам и основные церкви Павел недолго оставался в каждом месте воспламенив свет Христов в сердцах шел дальше с сопутствуемой Варнавой и Анном в другое время силой и обратно проходили они по городам утверждая душу ученику увещевая пребывать в вере и возогревая огонь любви возвратившись в Антиохию откуда был послан Духом Святым на Дело проповеди Павел недолго остается в спокойствии любовь к основанным церквам зовет его и он просит Варнаву пойдем снова посетим братьев наших по всем городам как они живут в трогательных выражениях апостол Павел изливает свои чувства к новым общинам мы разлучены с вами на короткое время лицом а не сердцем или мы предали вам души свои так вы были нам милы и все послания апостолов исполнены необычайной любви братьям которые Господь приложил в церкви читая послание чувствуешь какой великий огонь попечения забот скорби горел в их сердцах мы не живем а живете вы в нас мы каждый день умираем ради вас чтобы вы были живы апостолы воплощают в жизнь слово Христа об отношении высших к низшим если ты первый будь всем рабом апостол Павел говорит мы могли вы явите сваженностью как апостолы Христовы но мы были тихи среди вас подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими до такой степени скромно держат они себя между братьями что некто говорит в посланиях он, Павел, строг и силен а в личном присутствии славы речь его незначительна и апостол Павел в ответ раскрывает высшую тайну христианского начальника я унижал себя чтобы возвысить вас 2 Коринфянам 11.7 вот глубочайший признак истинности Божьего избранника и прежде всего Пресвятой Богородицы недосягаемый идеал быть среди людей так чтобы никого не обидеть своими преимуществами но чтобы храняя и соблюдая все силы духа и любви на пользу ближним казаться низшим среди высших безмерно трудность христианского пастырства подавая пример стаду но не владычестве над Божьим наследием Христу не нужны порабощенные души любя людей он отдает им сердце и в ответ ожидает сердец отдаваемых непринужденно и охотно апостолы имели дух и силу они могли бы помимо воли силой духа покорять сердца вводить порядок уничтожать непослушание им как Богу нельзя сопротивляться но Бог даровал человеку свободу и свобода не может быть нарушена сверхъестественным образом говорят о власти апостолов но нет это совершенно особая власть кто меня поставил судьей между вами сказал Господь Иисус отвечая на просьбу примирить двух братьев ссорящихся из-за наследства чтобы жить со Христом и Его избранниками необходимо иметь мир между братьями любить друг друга если не хотят сами мириться если возникают обиды и сильно притесняют слабых Христос отсходит и с ним Его избранники свидетели верные они становятся поодаль и не вмешиваются в распри общество должно выбрать из своей среды уполномоченных которые не только словом но и силой могут удержать обидчиков что это именно так мы узнаем из главы 6 Деяния апостольских где рассказывается о том что произошло в церкви когда в ней начались обиды слабейших мы должны с большим тщанием исследовать все сообщаемое по этому ходу так как тут кореница начаток после апостольского устроения церкви церкви первоначально как мы назвали ее огненной всех озарял фаворский свет была великой благодать и не было ни пастырей ни посомых ни высших ни малых а одно сердце и одна душа говоря на нашем языке отношения были сердечные все понимали друг друга с полуслова и даже без слов и все шло как бы само собой но в этой церкви явился от кого-то черный грех сильные стали обижать слабых при раздаче ежедневных потребностей были обездолены вдовицы и еленистов апостолы собрали множество учеников в собор и предложили выбрать из среды их семь человек изведанных исполненных святого духа и мудрости апостолы так обосновали свое предложение нехорошо нам апостолам оставив слово божие пищись о столах выберите семь мужей на эту службу а мы постоянно прибудем в молитве и служении слово собрание одобрило и выбрало семь мужей необходимо углубиться в вопрос зачем были выбраны эти люди напрасно предполагать ограничиваясь краткой оговоркой апостолов и хорошо нам пищись о столах что они были избраны для раздачи пищи ведь уже прошло несколько лет и не только раздавались ежедневные потребности а целое имение приносили к ногам апостолов и как-то распределялось все между неимущими и до сих пор не было нужды в службе семьи особо избранных всем народом мужей но произошел ропот на евреев возникли обиды и в связи с этим является безуполномоченная от народа конечно не для чего иного как для водворения порядка как угроза нарушителям элементарной справедливости но почему апостолы уклоняются от водворения порядка потому что как мы сказали раньше апостолы действуют только любовью сердцем а здесь необходимы люди обличенные правом принуждения властью употреблять силу против обидчиков не христос избирает и посылает своих верных свидетелей в церковь нарушившую братолюбие а самому церковному обществу предоставляется выбрать себе блестителей обыденной справедливости апостолы предлагают выбрать исполненных святого духа однако народ не стеснем в своих симпатиях только о двух первоизбранных мы точно знаем что они были исполнены духом святого Стефана и Филипп и эти являются не только избранниками народа но и христовыми верными свидетелями об остальных пяти в деяниях апостолов ничего не сказано кроме перечисления имен однако сохранился некий слух что первая ересь николаитов указанная в апокалиптисе была связана с именем Николая Антиохийца седьмого из числа избранных Святой Иеремия и Святой Климент Александрийский единогласно связывают секцию николаитов с именем диакона Антиохийца уже одна возможность этого слуха в церковной истории знаменательно через несколько веков мы точно удостоверяемся что выборы полномоченных церкви в послеапостольское время занявших место начальников и священнослужителей клир часто не соответствуют высоте цели и задачи так например Святой Григорий Богослов неоднократно свидетельствует что народ ищет не иереев мариторов не строителей душ а хранителей имуществ не священников чистых а сильных предстателей то есть обладающих способностью заискивать у сильных мира сего из церковной истории мы знаем что служителями церкви бывают не только малодуховные но и явные нечестивцы таким образом можно сказать немощь в церкви нарушение братолюбия создала потребность в новом учреждении людском членами этого учреждения являются выборные от народа хотя апостолы возлагают на них руки благословляют на служение однако это не может защитить новое учреждение от лиц недостойных ибо народ волен поставить на собой кого ему угодно выбирая необходимость для порядка и служения в церкви людей народ как бы вручает им право начальствовать над собой и налагать различные дисциплинарные взыскания апостолы же не приемлют этой власти хотя в ней и явилась необходимость в церкви ибо они иной род в церкви род Христов о котором сказано трость и надломленный не переломит и льна курящегося не загасит в событии избрания семьи мужей мы прозреваем некоторую символичность церковной истории так само число семь как число совершенное терминология Григория Богослова знаменит начало наступления иного строя в церкви как мы знаем из последующего времени этот строй стал называться иерархическим убираются диаконы хотя в деяниях апостолов они и не именуются диаконами но так принято называть их в последующем церковном писании самый невысокий чин будущей иерархии несовершенное будущее вступает в доселе совершенную церковь своей низшей величиной интересно однако отметить сколь мало в этом совершенном обществе Христом значило звание хотя и низший сам будущего иерархического порядка но здесь где важнее всего была сила и вера Стефан видом как ангел божий всеми почитался как избранник Христов и среди апостолов равный среди равных не только член церкви но и царствие божие при жизни соучастник во весь апостольский период церковь будет еще очень высока по духовному состоянию по любви своей между братьями и потому долго еще не будет нуждаться в жестком иерархическом строе строе для жестоковыйных и вот как делаем мы все время изображая первые славнейшие времена церкви бросим взгляд в будущее что видим мы вдали веков мы наблюдаем как постепенно исчезает как бы прячется апостольский свет великой любви к братьям пустеет в самом центре христианского общества и в то же время растет организуется повелевающая власть в церкви исходя иерархическими ступенями подобно государственному устройству она объемлет христово общество и по-человечески увлекаясь своей организацией она творит все новые и новые служебно-церковные степени папы патриархи митрополиты кардиналы архиепископы протопресвитеры архимандриты игумены протодьяконы викарии и прочее как будто для удобства управления а на самом деле все более и более теряя свою первую любовь ибо все труднее любить и все приятнее повелевать и свет внутренний уступает свое место наружному блеску тиар митр бриллиантовых нагрудных знаков роскоши парчи и все незаметнее при общем богатстве церкви при великолепии ее ритуала окажется живой апостольский свет уходит в дебри одевается в лохмотье украшает себя тяжелыми и грязными железными цепями несет на себе тяготу церкви ставшую поистине почти непереносимой чрезвычайно редко выборные народом для церковного служения также избранники божии но и эти редкие гости иерархического строя будут большей частью гонимы или не жильцы на белом свете просмотрите жития святых как мало в последнем тысячелетии долговечных святых епископов какой пророческий образ в деяниях апостолов первый выборный от народа для служения в церкви и в то же время избранник божий святой стефан как бы спешит принести себя в жертву за грех народа учреждения выборных от народа в апостольский век повсеместно существует хотя еще очень слабо выражено апостол Павел везде поставляет пресвитеров старейшин то есть как это принято у апостолов возлагает руки на выборных от народа встречается именование всех главных степеней будущего иерархического строя однако как говорит святой Иоанн Златоуст в апостольское время терминология была неустойчива и епископ назывался и пресвитером и диаконом невозможно также установить в чем заключались функции этих выборных от народа что пресвитеры и диаконы и епископы не имели важного значения в церкви свидетельствуют те невысокие требования которые апостол Павел предъявляет кандидатом в епископы и пресвитеры муж одной жены не убийца не пьяница и прочее конечно не среди духовных искали людей с такими качествами ибо странно было бы говорить о духовных что они не должны быть пьяницами как к людям недуховного состояния народ был склонен относиться к своим выборным без особого уважения поэтому в учении двенадцати апостолов сказано не презирайте их ибо они должны быть почитаемы вместе с пророками и учителями параграф 15 апостол Павел говорит достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем которые трудятся в слове и учении все это говорит о каких-то новых должностных лицах в церкви которая только что еще формируется не имеет определенного назначения вернее сказать духовного назначения а исполняет всячески организационные и хозяйственные работы но некоторые из них хотя это и не входит в круг их обязанностей трудятся в слове и учении подобно первомучнику Стефану который был выбран пищи со столах но как избрание Божий исполнил был мудрости и духа и совершал великие знамения в народе понятно почему дело обстояло именно так церковь а времена апостольские дышала благодатным светом этот свет являли собой избранники Божии духовные совершенные их не выбирал народ они существовали как чудо апостолы пророки учителя что касается управления по древнему воззрению всякая отдельная христианская община церковь она свободна независима и является на земле частью небесной божьей церкви высшая власть в ней принадлежит экклесии общинному собранию членами которого являлись все верные общине со включением вначале женщин глава экклесии Христос он невидимо присутствует на собрании общины и через нее осуществляет свою волю поэтому экклесия действует от его имени всякая же должностная власть которая стояла бы над собранием исключается Слово Божие господствует над экклесией и дает решение по всем вопросам общинной жизни оно выражало свою волю через харизму иметь харизму значит иметь духа в случайности все в общине могли иметь духа поэтому каждый мог сообщить что говорит им Дух Святой однако если собрание было деловое например по вопросам общинной жизни об избрании какого-нибудь лица на службу церкви разрешения от греха церковной дисциплини и прочее собрание выслушав лиц имеющих откровения по этому поводу харизму выражало свое согласие или отказ быть может в случае отказа молились и ждали новых откровений постараемся дать теперь понятие о духовной жизни апостольского времени обратимся к некоим сравнению совершенство церкви есть полнота ее озарения светом духа святого это белый день верующих этот день длился до первого великого гонения до рассеяния всех и образования отдельных общин состояние церкви этой эпохи для нас совершенно непонятно но трудно перенестись нам и во времена апостольские продолжая сравнение благодати духа святого с дневным светом мы можем о себе сказать что этот свет в наше нынешнее время слабо пробивается сквозь очень загрязненные покрытые полутиной стекла почти никого и ничего не освещая между тем в первом веке церкви он хотя и не сиял как полуденное солнце на чистом воздухе но все же всех озарял и проницал свободны лиясь через широко распахнувшиеся окна как и где проявлялся свет духа святого в апостольские времена мы говорили уже о тех как бы праздничных моментах общей церкви церквей когда навещали их апостолы это было опять повторение огненное состояние первоначальной церкви радость была совершенно все и все горели в любви вы были столь блаженны напоминает апостол Павел свое пребывание в церкви что если бы можно было испоргли бы очи свои и отдали мне чудеса творились непрерывно апостол Петр куда ни приходил или воскрешал мертвых или исцелял людей поражавших своими природными уродствами вообще чудеса превосходили все чем можно было удивить разум человеческий побеждалось пространство как например можем указать случай с диаконом Филиппом после крещения Евнуха царицы Этиопской которого он встретил по повелению Божьей на дороге из Иерусалима в Газу Филиппа восхитил то есть перенес ангел Господень и он внезапно оказался в Азоте где-то очень далеко от этого места чудеса творили даже плотки пояса апостола Павла когда их возлагали на больных одержимых чародеи которые немало удивили народ своей магией всегда не только побеждались но и сами переходили в веру Христу и столь сильно были поражаемы тем что видели и слышали что в Ефете например сожгли на площади все свои книги на пятьдесят тысяч драхм какая разница в духе со средневековой церковью здесь они сожгли свои книги от любви ко Христу там их самих сожгли бы во славу церкви в обычное время церкви когда гостей не было местом явлений силы Духа Святого были вечери любви собрания общины собрания были постоянно в учении двенадцати апостолов сказано каждый день стремись к общению со святыми святыми назывались все члены общины дабы найти успокоение в их словах и в другом месте учения часто сходитесь вместе следуя что полезно душам вашим что же происходило на этих собраниях так определенно названных вечерями любви и опять следует повторить трудно почти невозможно теперешним христианам понять чувства на этих собраниях церкви трудность понимания прежде всего коренится в характере наших собственных общений на храмовых службах на собеседованиях по интересующим нас вопросам духовным наконец на наших домашних собраниях друг у друга прием гостей все это до такой степени для нас разное что иным кажется даже нелепым соединение всех этих собраний в одно мы везде разные с разным состоянием как бы и сами по себе раздробленные и в общении друг с другом не соединяющиеся чтобы из противоположения яснее понять чувства древних дадим характеристику наших нынешних общений церкви духовная износительность литургии чувствуется всеми молящимися пришедшими в храм не в силу привычки и не подолгу службу как было нередко в империи а ради христа но умиление сердце испытывает только некоторые и то не во все время литургии чаще как мгновенное озарение которое невозможно сохранить и удержать состояние же неописуемого счастья от ощутимого присутствия бога любви и глубочайшее умиленное единение со всеми молящимися есть чувство ныне исключительное почитаемое откровением характерность нашей молитвы в храме есть переживание ее как личного чувства без слияния со всеми молящимися эта не слиянность соответствует и всему строю церковной службы клир как бы отделенный от народа алтарем и даже различием одежды совершает служение а каждый из нас присоединяется к нему а может и не присоединяется как угодно даже не исполняется мысль творца литургии не мы отвечаем священнику а оторваны от нас и ничего общего с нами не имеющий хор который мы можем слушать просто как пение это чувство разъединенности и одиночества в храме наиболее испытывается тот час по окончании службы мы выходим из церкви как чужие друг другу холодно оглядывая тех с кем только что вместе совершали жертву любви даже знакомые здоровые все разговаривают принимают любезный и светский тон другие же стараются бережно унести с собой частицу коснувшегося их сердца благодатного света как будто в любвеобильного безлюбовного общения с братьями возможно сохранить этот свет мы мы боимся мы чувствуем любовь любовь и мы не 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 развлечь друг друга. Откровение, что есть заполнение сердца при наполнении духовной пищей ума, чудо Духа Святого, есть нечто неслыханное в наших дискуссионных собраниях. Еще меньше любви, ибо здесь уже есть и чистая злоба, на наших домашних собраниях, приемах гостей. Наши беседы чрезвычайно трудно удержать от всегдашнего, как бы наклона их, о чем бы ни шел разговор, к осуждению близнего. Речи становятся оживленными и даже пылкими, когда собеседники наталкиваются на возможность осудить брата, конечно, не присутствующего. Хорошо это выражено у Льва Толстого, разговор не вязавшийся, установился, попав на злословие. Каждый имел, что сказать в осуждении и о смеянии несчастной мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер. Все вышеизложенное свидетельствует, что в нашей общественной жизни, включая и храмовую службу, почти отсутствует благодать. Ибо там, где благодать непременно, есть горение любви друг к другу, люди живут и дышат воздухом любви. Да приедет благодать, да приедет мир сей Маранафа, Господь идет. Эти молитвенные слова и изучение 12 апостолов следует понять не только как прошение, но и как самый дух собраний Церкви времен апостольских. Чудесным действием Духа Святого все пришедшие на общение Церкви как бы уносятся из предела земного мира, его ограниченностью и косностью. Непрекращающиеся явления силы, даров Духа Святого, откровения, знамения, чудеса, пророчества преисполняют сердце, ум, чувства. Все, что происходило на собраниях, не было ни заранее предусмотрено, кроме трапезы Евхаристии, непланомерно проводимо. Наитие благодатных сил было столь велико, что с ними трудно было справиться. Имевшие дары, озаренные светом, спешили передать их собрание. Поэтому апостол Павел, заботясь, чтобы всем получиться и всем получить утешение от имеющего Духа, предлагает соблюдать как бы очередь. Все по очереди можете пророчествовать. Хотя это и трудно, ибо откровения бывали неожиданны. Поэтому он заключает, если же другому будет откровение, то первый молчи. Вечеря начиналась трапезой, вкушением пищи и предволомлением хлеба, в память тайной вечери Христа. А завершалась питьем из чаши, чашу после вечери. Хлеб и вино притворялись в тело и кровь Христа. Апостол Павел просит своих младенцев о Христе Коринфин, недавних язычников, привыкших к иным пиршествованиям, чтобы они голод свой утоляли дома. И разъясняют, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он приедет. Павел предупреждает, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господне недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Он ест и пьет осуждение себе. Апостол даже прямо указывает на реальные последствия недостойного отношения к вкушению вечери Господней. Оттого многие из вас больны и немало умирают. Это последнее свидетельствует о силе благодати того времени, то есть чрезвычайной близости к Богу. Они как бы обжигаются огнем присутствия Божия. Из всех посланий апостола Павла только в первом коринфянном сделано замечание на неправильное понимание вкушения трапезы Господней. И виновные, получив апостольское наставление, тотчас покаялись с великим плачем, как сказано во втором послании к коринфянам. Очевидно, в эти времена во всех церквах понимали серьезность совершающегося. Иначе как могло быть столь великое излияние даров Духа Святого на собраниях? Ревнитель нынешнего церковного порядка утверждает, что Евхаристия во времена апостола была отделена от вкушения пищи на трапезе. Но это явно противоречит апостолу Павлу. 1 Коринфянам 11.20.34. Конечно, бывали изредка случаи, о которых сообщает апостол Иуда. Послание 1.4.12 стихи. Нечестивые вкрались к вам, а обращают благодать Бога в повод к распусту, и потому бывает соблазн на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Впоследствии, когда с таким трудно стало бороться, вечеря любви были прекращены. В учении 12 апостолов сказано, как правило, собираясь вместе и преломляя хлеб с благодарением, исповедуйте наперед прегрешение ваше, дабы была чиста ваша жертва Богу. Это соединение со Христом через Евхаристию было великим и радостнейшим событием каждой вечерей любви. Представим себе еще раз, что это соединение не было богослужением в храме, заранее известным ритуалом. Это было живое общение. Все сидели рядом друг с другом, не занятые строгим порядком обычных молитв и действий священнослужителей, а как бы непосредственно погруженные умом и сердцем в тайну совершавшегося. Тело и кровь Христа соединяли всех любовью к Богу и к ближним. Сердца были полны словословия и благодарения. Причищавшиеся в восторжном умилении созерцали друг друга, и руки как бы сами простирались к объятиям святым. «Приветствуйте друг друга, лапзаним святым!» — восклицает апостол. И сейчас, чем проявить любовь свою, все спешили служить друг другу дарами Духа Святого, кто какой имел. Собрание горело многорадужным духовным огнем. Тут были вмешие дар веры, раскрывавшие ближним тайны своих созерцаний. Дар веры, по изъяснению святого Иоанна Златоуста, не есть вера в догматы, но вера чудодейственная, о которой Христос говорит. «Кто имеет веру с горчищной зерной, скажет, Горесия, перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для него. Дар такой веры — мать чудотворений». Переживание чудного состояния, имевшего этот дар, удостаивались и все бывшие на вечере, ибо дароносец благодать свою мог сообщить и другим. Восхищенные в невидимый мир вовлекали созерцание своих видений и всю братью. Апостол Павел советовал просить о даровании дарования.